Вечер пятницы, 20.15 на часах, а это значит время программы Дорожная карта занятости. Здравствуйте, в студии для вас работает Ануар Амангельдинов. В сегодняшнем выпуске мы выясним, какую лепту ДКЗ вносит в развитие социальной сферы Алматинской области. Но перед этим взглянем на монитор и посмотрим, что уже сделано в регионе в рамках ДКЗ. На данный момент выполнено почти 700 проектов. Трудоустроено свыше 16 тысяч человек. Из них через Центры занятости более 8 тысяч человек. COVID-19 стал поистине серьезным испытанием для системы здравоохранения. В период первой волны пандемии медицинские организации испытали высокую нагрузку. Для недопущения повторного сценария руководство Алматинской области внедряет ряд мер с целью усиления системы здравоохранения, улучшения медицинского обслуживания и создания благоприятных условий для персонала в регионе идет реализация 10 проектов по дорожной карте занятости. О ходе работ расскажет Гульназ Мустафа. Областной перинатальный центр – один из крупнейших медицинских объектов ЖТСУ. За 28 лет функционирования в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. И вот теперь, благодаря программе дорожная карта занятости, медучреждение пройдет полномасштабную реконструкцию. На сегодняшний день в капитальном ремонте перинатального центра задействовано 135 человек. Все они – жители Талдыкургана. По словам подрядчиков, в работе применяются высококачественные материалы. 90% из них отечественного производства. В целом объект состоит из семи блоков. Его общая площадь – около 18 тысяч квадратных метров. «На сегодняшний день у нас завершены работы блоки А, А1, пищеблоки, прачечным, кислородным. В настоящее время ведутся работы в блоке Д, Е же. Ведутся внутренние работы по капитальному ремонту. Идет замена, предусмотрена замена системы вентиляции, отопления, канализации, водопровода, также слаботочки. На сегодняшний день работа почти в этом блоке уже выполнена на 45%. По договору у нас сдача в конце ноября. Но ввиду, что у нас в стране идет сейчас пандемия, срок строительства продлили до конца декабря. Ну, думаем, что мы вовремя задим с качеством». После проведения капитального ремонта улучшится качество оказания медицинских услуг и подход к работе, уверено руководство медучреждения. Согласно требованию нынешнего времени, в перинатальном центре создадут провизорное отделение. В целом, подготовка к возможной второй волне коронавируса на объекте идет полным ходом. «Наше областное управление здравоохранения и Акематобласти выделило деньги на постановку нам кислородной станции и проведение точек, и также компрессорные. То есть теперь наш перинатальный центр будет обеспечен кислородом за счет станции, которую будем тоже планируем в ближайшее время уже вставить. Договор составлен, фирма, которая будет вставить, уже выяснена. И со следующей недели, может быть, уже начнется монтаж на работу». Всего в рамках дорожной карты занятости капитальный и текущий ремонт проводится на пяти объектах. Помимо Талдыкургана, работы ведутся в Винбекши-Казахском, Куксусском, Жамбылском и Панфиловском районах. Помимо реконструкций, благодаря госпрограмме в области предусмотрено строительство новых врачебных амбулаторий. «У нас ведутся пять новых строительств. Это пять врачебных амбулаторий, которые самые из них крупные. Врачебные амбулатории Аргеля, Карасайского района, на 100 посещений. На сумму 467 миллионов. Это у нас объект самый крупный из них. Общая сумма потраченная более полутора миллиардов деньгей на строительство. На все пять объектов. На сегодняшний день практически половина капремонтов уже завершены. На стадии завершения у нас находится областной перинатальный центр и благоустройство Панфиловского района ЦРБ. Также у нас заканчивается, к концу подходят строительства новых врачебных амбулаторий. Часть из них уже сдана, введена в эксплуатацию. Часть из них уже на подходе». Контроль за проводимыми работами ведется на систематической основе, говорят в областном управлении здравоохранения. Представители облздрава обещают завершить все проекты до конца текущего года. Рано или поздно пандемия отступит. И тогда все студенты и школьники страны вновь приступят к традиционному формату обучения. Некоторые из них переступят пороги совершенно обновленных учебных заведений. Так, в Алматинской области капитальный ремонт пройдут более 40 объектов образования. Какие проекты уже реализованы, выяснял мой коллега Алексей Цой. Практически все объекты образования, реализуемые по программе «Дорожная карта занятости», будут сданы в эксплуатацию до конца года. Масштабные работы по обновлению зданий развернулись во всех районах и городах Алматинской области. Общежитие Тодокруганского агротехнического колледжа – одно из них. Объект будет сдан в пользование уже через месяц, заявляют представители подрядной организации. Остались лишь внутренние работы. На сегодняшний день на объекте у нас работают 52 человека, из них 18 по ДКЗ. Работа началась 26 мая. На сегодняшний день у нас закончились фасадные работы, остались малярные, штукатонные, малярные работы, покраска, кафеля и установка раковин. По завершению всех ремонтных работ здание полностью преобразится, а главное – станет максимально комфортабельным. Это и душевые кабины на всех этажах, прачечные, кухни и многое другое. Одним словом, со всеми удобствами. С нетерпением ждем завершения капитального ремонта, когда наши дети, студенты придут к нам и будут заселяться в новое общежитие после капитального ремонта. Очень радует нас то, что здесь предусмотрены на первом этаже комнаты для детей с ограниченными возможностями. Также у нас раньше не было и по проектно-сметной документации предусмотрена реконструкция комнат. На каждом этаже у нас здесь предусмотрены постирочные комнаты и сушильно-гладильные комнаты. Подходит к завершению и капитальный ремонт средней школы в селе Мойнак. Работы здесь выполнены уже на 95%. Современные светлые кабинеты, новые парты и стенды – теперь школу не узнать. Последние штрихи и двери учебного заведения смогут распахнуть свои двери. На обновление школы из государственного бюджета выделено около 387 миллионов тенге. По программе «Дорожная карта занятости» трудоустроено 22 человека. Проектом капитального ремонта было предусмотрено полностью ремонт, начиная с кровли, вентиляция новая, полностью водопровод поменяли, канализацию поменяли и отделочные работы. Из работ только осталось ограждение по периметру и некоторые работы в спортзале. В настоящее время по Алматинской области уже завершено 25 проектов. С начала ремонтных работ на этих объектах около 2000 человек из числа местного населения нашли для себя работу. По программе «Дорожная карта занятости» в области реализуется 41 проект. Это 29 школ, 3 детских сада, 2 колледжа, 5 спортивных площадок и 2 проекта по газификации школ. Больше половины уже сданы в эксплуатацию. Все остальные сдадут уже в декабре. Один объект переходящий. Скажу ещё, на ремонт и возведение объектов из 18 миллиардов тенге уже освоено порядка 11,5 миллиардов. Стоит также добавить, на следующий год по ДКЗ запланировано строительство шести школ. Их возведут в тех районах области, где есть проблема трёхсменного образования. Прежде всего должна быть культура. С этим неоднозначным высказыванием известного казахстанского режиссёра Ермека Турсунова могут согласиться не все. Однако то, что культуризация необходима – очевидный факт. В текущем году в Алматинской области почти 50 объектов культуры пройдут реконструкцию. Из них 14 отремонтируют по программе «Дорожная карта занятости». Всего в Алматинской области 247 домов культуры. 12 из этого числа проходит капитальный ремонт. Один из них – дом культуры в селе Злихи-Тамшибай Куксусского района. Полностью сменит облик. Работы по реконструкции объекта культуры уже подходят к концу. Здесь заменена крыша, вентиляция, водопровод. Линеарными панелями отделан фасад. Внутреннее пространство также приобретёт современный вид. Для этих работ было выделено 450 миллионов тенге. На объекте работало у нас 110 человек. Из них 47 человек в общей сложности 110, должно быть 93 или 94 человека. 47 человек по программе занятости «Дорожная карта» отработали. Минимально получали зарплату по 85 тысяч тенге. На данный момент завершаются отделочные работы внутри здания. Остались у нас побелка, покраска и осталось у нас благоустройство закончить. Остальные все работы закончены. По благоустройству здесь у нас передняя часть фасадная брусчатка будет, озеленение. И по территории, по периметру здания будут дорожки все асфальтированные. Клумбы будут, озеленение будет и освещение. Капитальный ремонт претерпело и ветхое муниципальное здание в селе Бахтбай из Кельдинского района. Его реконструкция обеспечит создание современных условий по организации досуга и отдыха. На обновление будущего Дома культуры по программе «Дорожная карта занятости» выделено более 864 миллионов тенге. Около 50 человек здесь нашли работу через центр занятости. Введение в эксплуатацию планируется через два месяца. Именно к этому времени у сельчан появится учреждение для культурного досуга. Будет полностью замену благоустройства. Лицовая сторона будет полностью брусчаткой, а где заезд будет у вас асфальтирован. Новая котельная будет для обеспечения всю зданию теплом. Новые окна пластиковые и входные все витражи алюминиевые. Здесь где-то 34 помещения, два больших зала. Один зрительный, а другой спортивный. Сегодня в Алматинской области проходит реконструкцию 49 объектов культуры. В их числе здания архивов, клубы, музеи и другие. По программе «Дорожная карта занятости» создано свыше 520 рабочих мест. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация и для других проектов. Тем самым в следующем году в регионе создадут еще около 130 рабочих мест для местного населения. Алексей Яйцой, Нуржан Муканов, Емадиб Айбусынов, телеканал ЖТСУ. Направлений у госпрограммы много. О них мы расскажем в следующих выпусках. Я желаю вам удачных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова